Стали известны детали гибели украинки в горах Турции, она всегда будет на вершине. Украинская альпинистка Яна Кривошея была найдена мертвой возле горы Гейксеврисе в Турции на 24-й день после потери связи и 16-й с начала поисковых операций. Одесситка приехала в отпуск в Анталию и отправилась в одиночку покорять горные вершины. Об этом пишет скалолаз Левент Актем в своем фейсбук. 42-летняя Яна Валерьевна пошла в поход 1 мая в районе Елькбайорю, где поднялась на высоту 1715 метров на гору Оленей мечети. Украинка отправила своей маме 2 мая сообщение с поздравлениями с Пасхой и написала «Я на высоте». Затем несколько дней сигнал телефона был активен в этой местности, а потом аккумулятор сел и связь пропала полностью. Яна должна была вернуться домой в Одессу 10 мая. После обращения родных украинки турецкие поисково-спасательные команды жандармерии приступили к поискам. Позже в Турцию отправился родной брат Яны, который вместе с полицией, спасателями и волонтерами неделями пытался отыскать хоть какие-нибудь следы сестры. На 16-й день поисков, 28 мая, на территории горного района тело украинской альпинистки было найдено на скалах при проведении аэрофотосъемки разведывательным самолетом жандармерии. Считается, что альпинистка упала с крутого обрыва и погибла, предположительно, украинка сорвалась с горы высотой 715 метров. Тело транспортировали в морг Института судебной медицины Анталии для вскрытия и установления точной причины гибели Яны. Брат погибшей одесситки, принимавший участие в масштабных поисковых операциях, поблагодарил всех за соболезнования, поддержку и колоссальную помощь. Об этом он написал в специально созданной Facebook группе «Поиск Яны Кривошей». У Яны дома остался сын. Пользователи сети высказывают слова поддержки родным и близким альпинистки, вспоминают ее светлым, отзывчивым и добрым человеком. Плачем вместе с вами. Примите наши соболезнования. Светлая память Яночки. Не хочется верить. Слава, а тебе низкий поклон за твои дела. Искреннее соболезнование вашей семье и сил пережить эту утрату. Мы до последнего верили, надеялись и переживали вместе с вами. Слава, Женя, мои искренние соболезнования вам и всей вашей семье. Слава, вы настоящий брат. Вы сделали практически невозможное для Яны. Уверена, она вами гордится, и сын ее в надежных руках. Спасибо вам за вашу упорность и веру. Искреннее соболезнование вашей семье. Царствие небесное. Примите соболезнования. Знала Яну очень и очень давно. Прекрасный, светлый и добрый человечек. Как жаль. Мы вместе с Яной работали немного. Андрей родился на глазах. Светлая, добрая, отзывчивая девочка. Не верится. Искреннее соболезнование. Яна была уникальной, она всегда будет на вершине горы, где она могла чувствовать себя свободной. Слава, таким братом как ты, только можно гордиться. Ты нашел ее. Желаю тебе, твоей семье и родным всего самого наилучшего. Мои соболезнования очень жаль. Яна очень хорошим человеком запомнилась. И горький урок всем любителям одиночного хождения в горах. Помолимся о ее душе. Ранее сообщалось, что в конце апреля в Карпатах нашли мертвым пропавшего туриста из Киева, которого искали три месяца.